Добрый день, пожалуйста, две минуты внимания. Я много не могу говорить, но я хочу просто свое сказать, как я знаю. Я один из двоюродных братьев, Ахмад Куннар Айапина. Я свое соболезнование вчера в пятнице по радио Юхана свое соболезнование передал. Дай Бог им здоровья, Юра Джо и Лео Мякти, Барахо Боше. Дай Бог счастья семье всем ее дочерям. Всем. Свет это вот. Здесь Домоты это не Домоты. Я знаю это. Почему? Потому что... В 1988 году я был здесь в гостях. В первую очередь, кто меня принял в гости, хотя мне были здесь теща, Амак, Боджа, Моисе, в первую очередь Юра, с мамой приехали ко мне и пригласили меня к себе. Но я Рая Абба знаю в 16 лет. В 1963 году первый раз я попал в Самарканд с покойным отцом. Она тогда работала, уже приехала с района, как будто она учительница работала, работала экскурсоводом. И она меня взяла, говорит... Вот тогда мы с ней познакомились. Прекрасная женщина. А ее муж, это образованный человек. Вы никогда, от нее никогда, ни один сидящий не услышал плохое слово или высокого резонанса. Никогда. Вот поэтому у них такое долголетие. Поэтому такое долголетие. Когда вчера, пятницу, я давал соболезнования и сказал Юхану, что Юхан, у нее трое дочерей, один единственный сын. Она 8 лет лежала на кровати, и она не попала в этот Нарсельхон. Он удивился, и он говорит, а зачем тогда дети рождаются? Так и должно быть. Я сам 15 лет отработал в Нарсельхон. Я многих там видел. Я видел миллионеров, которые 5 по 6 детей имеют только за деньги. Они боролись, а родители оставляли в Нарсельхон. Я сегодня единственное, что хочу пожелать долгих лет жизни моему племяннику, это как мне считается племяннике, Мираджон. Боже, Илёя, Когда она жила, хотя она жила далеко в Нарсельхон, всех братьев и сестер эмигрировались, она одна всех приняла ночью и днем. У нее в квартире, по-моему, человек по 15 или по 20 там спали, она никогда не говорила, что что он где-то, что коридор. Вот так она была претана своим сестрам, приятными сестрам. А ведь у моей двоюродной сестры... То, что я сказал, что самый высокий дан человечества, это уважение к уроку.